говядина говядина свежая говядина подходим покупаем свежую говядину лучше защищай как я тебя учил сколько можно что это такое учишь учишь одни двойки привет друзья с вами сан саныч и яна стажер мой и вы на канале взрослый разговор сегодня у нас 29 апреля 2023 года мы традиционно вещаем вам из одессы мы на легендарном одесском привозе и сегодня мы это я и александр валерьевич и иногда нам будет помогать яна сделаем для вас обзор рынка мы узнаем свежие цены на свежее мясо мы узнаем цены на колбасы на копчение на овощи фрукты молочку будет много-много всего поэтому друзья сразу ждем от вас жирный жирный лайк если вы до сих пор еще не подписаны на youtube канал взрослый разговор то уже настала пора это сделать потому что яна сделает покажи как ты сделаешь если она так что подписывайтесь на youtube канал взрослый разговор а если у вас останутся ко мне личные вопросы или может быть к александр валерьевич а может быть я не вот мой инстаграм подписывайтесь на меня в instagram пишите мне в личку я отвечаю очень очень быстро друзья не тянем кота за хвост тем более что у меня еще очень много работы и начинаем обзор говядина говядина подходим покупаем свежую говядину мальчик подходи 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 не бойся яночка здравствуйте мы рады вас видеть как приятно с вас всегда начинать утро вот с этой улыбки да яночка вам очень много зрителей передает привет почему-то мне начали писать в личку я не знаю почему передайте передайте яночке привет пишите яночке в личку что у нас с ценами на на мясо как-то они поменялись за эту неделю что мы с вами не видишь большому счастью цена на мясо не поднялась но к сожалению мясо не дешевеет а какие-то тенденции есть что может быть будет дешеветь или никто не знает что даже сияно не знает я тут я туда не знаю валерич когда не знает есть я на не знаю тогда знаете нам даже иногда просто хочется проснуться как она красиво к этому подвела друзья но смотрите давайте я хочу напомнить вам что яночке можно всегда купить свежую телятину говядину яночка работает на привозе уже очень-очень много лет не будем говорить сколько дабы никого не компрометировать в ее вунов юном возрасте вот яночке можно позвонить одесситы могут позвонить сделать заказ яна отложит это нормально абсолютно потому что не все такие ранние пташки как мы не приходят всем утра на базар да вот любят поспать приехать в 12 а в 12 уже можно поцеловать двери до двери или косяки но только найти мясо поэтому нужно звонить заказывать яна отложит также вы еще отправляете по украине вы морозите там специально упаковываете и отправляете по всему мини холодильник мини холодильники научились делать говорите номер телефона 099 377 2641 рынок привоз я на интим не предлагать нет нет только только с целью покупок мяса мы высоты вот мы болтаем она хозяйство уже почти все зачистила я люблю вот подойдешь ли у нее все чистенькая красивая просто ну не продавец а золото яночка яночка расскажите нам все-таки цены потому что за неделю много чего прошло событий разных и мы уже забыли что было неделю назад андрей котик очень красивый очень там и слушай просто это же мраморная да прям это не мраморный где-то возле него лежал до 160 грудина и шпондра 130 ребро 130 качалочка еще не зачищенная 230 биток был 230 филей там было 450 передняя качалка было 230 задняя часть бедрином кострец сек яблоко 200 гривен за килограмм лопаточка 190 шеечка 160 галяшечка 160 агузочки 180 гуляшек 130 гривен за килограмм то есть так рано мы пришли уже многих позиции нет нет машины нет битка филе передняя качалка заказана поэтому звоните заказ яночка огромное спасибо вас как всегда стоит очередь не буду вас отвлекать хорошей торговли до свидания взаимно до свидания друзья вы только посмотрите на эту хозяюшку просто как она красиво защищает мясо вот вот бесконечно можно смотреть на горящий огонь на то как течет вода и конечно же вот как викуля защищает мясо это просто викуля здравствуйте мы рады вас видеть так не хочется вас отвлекать но но мы бы хотели с вами пообщаться вы не против нет конечно здравствуйте я очень рада вас видеть спасибо что приходите не забывайте каждую субботу 8.00 сан Санычем можно часы сверять да спасибо спасибо что сверять теперь викуля не пользуется часами вот еще экономия 1 польза знакомства с сан Санычем можно забыть про часы викуля мы рады вас видеть на самом деле я знаю что вам всегда можно позвонить и сделать заказ потому что вот мы пока ну готов готовились к съемке я видел что несколько человек подходила спрашивали например шею или еще что-то а уже нету или уже заказано поэтому одесситы могут позвонить сделать заказ вы отложите они могут в течение дня приехать забрать а также вы еще отправляете по украине я отправляю но на данный момент в связи с праздниками работы просто много и к сожалению вот две недели сделали себе мини-отпуск и попросила перед сами извинения что нет возможности делать отправку пройдут праздник но в обычном режиме когда вы работаете говорите номер телефона 093 438 508 20 прикольно а теперь давайте узнаем цены на свинину что у нас сегодня происходит свинина подорожала на этой неделе и подорожала стремительно в 7 гривен за кухню это очень большая цифра и прогнозы какие-то не очень хорошие чем это связано я как всегда могу сказать я не знаю и хочу еще сказать один такой момент очень важный потому что у меня уже было или такие какие-то вот недопонимание когда я озвучиваю цены дорожает у нас сначала недели вы приходите соответственно в субботу это конец недели вот сегодня рассказываю дни цены во вторник я прихожу на работу мне приезжают мясо уже по цене мне диктует поставщики цены соответственно цена меняется люди звонят и говорят почему так больше сходу купили другие цены так вот я хочу сказать что цены на сегодняшний день вот такие вот я рассказываю недели цена может поменяться это не я диктует это мне диктует соответственно я уже говорю поэтому пожалуйста если есть какие-то там вопросы почему цена по телевизору 1 а здесь другая приходите в начале ну все понятно цены актуальны на момент съемки понятно я думаю что даже может быть в течение дня бывают такие ситуации когда приехал товар по новой цены бывает такой крайне редко крайне редко потому что в основном я закупаю мясо с утра все разбирается с утра потом я не покупаю поэтому такого не бывает в течение дня а вот например вот сегодня завтра уже конец недели во вторник я буду знать цена упала или наоборот поднялась или осталась прежняя поэтому не обижайтесь если там что-то я чем могу уступлю но я тоже не все сильно я много уступать не могу я понимаю это же не от вас зависит хорошо давайте расскажем нашим зрителям цены что причем сегодня смотрите челогачек 200 и . 220 филейка шея 250 задняя часть 190 лопаточка 180 ребрышки вот такие 200 вот такие 190 грузина вот такие ребрышки 110 обрезные ребрышки сало 150 вот такой на шкварке 130 валяшка вот такая 100 гривен килограмм и хочу сказать это уже вы отложили я так понимаю да вот такие монгальные ребра вот такие 220 гривен килограмм это моргальные агрессивные ребра на ресторан задняя часть если пройти лимбой 180 гривен килограмм если резать кусочком 190 гривен килограмм обрезки 130 сальная виса шкурочка 40 для животных 30 гривен килограмм все рассказал огромное спасибо ну к сожалению от вас это зависит мы прекрасно понимаем ситуацию вам огромное спасибо что рассказали цены что кормите одесситов да и в собственности украины до свидания друзья традиционно хотим вам показать панораму рынка кстати как вика рубит мясо мы еще ни разу не видели просто красотка ну валевич сегодня достаточно много людей да несмотря на то что и свинина немножко подорожала и в общем-то и праздники прошли но людей сегодня много и мы рано приехали либо нас смотрят и слушают наши призывы что приезжайте на базар пораньше ну и мы собственно и так всегда строим свой обзор мы начинаем с мясного корпуса потому что если бы мы например включили мясной корпус частиков 12 то мы бы здесь уже точно ничего не нашли друзья наш вам совет найдите своего продавца приедьте познакомьтесь возьмите номер телефона и звоните заказывайте не обязательно покупать у тех продавцов которых мы показываем опять-таки мы узнаем цены наша задача основная узнать конечно же цены проинформировать вас но а вы можете приехать и поторговаться ну пароль осан саныча в принципе работает но тем не менее найдите своего продавца и ну не обязательно покупать у тех продавцов ну хотя мы собственно у них покупаем и вот еще у нас девочки оля кристина сало по 130 почеревок недорого сейчас мы с ними тоже пообщаемся и уже после этого пойдем молочный корпус узнавать цены на вкусняшки так ну друзья с вас на лайк если до сих пор его не поставили ну конечно же подписочку подписочку делаем не жалеем доброе утро девочки вы в делах в заботах вы как вы как пчелки мы рады вас видеть как ваши дела слава богу слава богу никто не завидует или или завидует ну и хер на них да извините я это запекаю скажите что у нас с ценами подорожала конечно немножко лопаточка вот до конечного гачек 180 вот такие бумажки горленький молоденький гляньте вот такие да лопаточка лопаточка по сто семьдесят цена на сегодняшний ребра значит грудиночка у нас 180 домашние вот такие ребра были по 190 уже не мало оля во сколько же надо приехать вот если не взять ваш номер телефона во сколько же надо приехать чтобы мечут и того что уже не ма воском 8 утра к часку восьмого сейчас же что-то начало девятого то есть а лучше позвонить вам наверно заказать говорите номер телефона 67 997 56 11 я думаю что вам наверное реально нужно в пол седьмого подходить чтобы некоторые так и приходить а шея есть еще сколько вот такие вот кусочек 220 у нас домашняя шея покажите хотя бы да какая красота была то есть уже отложено друзья вот это пакеты это все уже отложено такая вот шеечка домашняя живая класс она очень хорошо пожарится за счет того что видите там слоями идет салок очень хорошо есть от битка такая шея тоже мягкая мягкая цена цена здесь ситуация куском можем уступить и точно части подвесе биточек 190 шикарно филешечки 220 молоденький ну и естественно наш почеревок почеревочек можно почеревочек почеревочек по чем почеревок 150 ну такой рисунок на нем друзья по валерь мне просто да как будто кто-то специально постарался идеально увидели да и не посмотрели даже там такой красивый рисунок на видео и 150 саша жирнейшая 130 как всегда мы уже сама стоит сало 130 и по 100 любое покоясь даже по каким дням вы работаете 5 суббота каждый день каждую неделю вы на приводите вы привозите домашний все у вас ну я еще знаете вот внутри на кристину и вспоминаю что я там на него подписан в инстаграме она там такие тортики делает шикарные да вот тебе можно тебе можно позвонить и заказать или нет мама толкает давай давай говори номер телефона 067-99-75-611 я ставлю я ставлю нет это не мой 068-18-08-157 это лично мой я оставлю ссылку на твой инстаграм под этим видео кто заходит пускай посмотрит там такие работы ты молодец огромное спасибо хорошей торговли до свидания друзья мы в молочном корпусе и начнем обзор вот с такой вот красоты вот с такой вот вкуснятины посмотрите на эти курочки ирочка здравствуйте мы рады вас видеть лилечка доброе утро для тех кто не знает хочу напомнить что это единый прилавок и можно покупать как у лили так у иры да можно да и пароль работает и там и там от сан саныча хорошо а что у нас главное говорить не стесняться да а есть которые стесняются друзья не стесняйтесь слушайте ну мы сегодня рано пришли и я смотрю что все есть слава богу да валерьич надо приходить раньше вот а лучше вообще не уходить что с ценами не дорожала и не дешевела вот такая курочка кстати сегодня небольшая сколько на среднем 1 вот денег будет стоить если перевести национальную валюту на килограмм сколько штучек 4 я понял зависимость этого покупаем мы или продаем я понял 300 грамм крючок на плюс вечер или обед до утра вечер или обед какой запах запах кого такое да можно взять половину и мы пришли есть филе да сейчас вы нам покажете потому что последнее время на филе не хватает и я кажется это тоже так выгодно типа братья конечно конечно вот такая вот вот такая вот и вот там у вас есть грудинка покажите сколько денег ну и колбаска давайте мы проверим что она действительно вкусная потому что конечно мы лили верим не очень честные глаза но мы с собой вводим вводим эксперта номер ван вообще всех желудок как у меня было все было бы что что все желудок только как у меня был да ладно слушай он тоже хорошая качественная продукция копченая ну давай поешь и расскажи правду зрителям зрители хотят правды очень очень вкусно очень вкусно этот отзыв очень дорого стоит вы знаете вот просто когда валерич говорит очень вкусно это да ну реально очень вкусно это просто диетическая колбаска кто на диете пожалуйста причем тоже 200 гривен валерич мы сейчас тебя ненадолго буквально на 1 на 10 секунд посадим на диету просто скажи как у нас по вкусу диетическая колбаска она конечно ну не такая яркая по вкусам как копченая один состав и медленный состав одинаковые но разные способы приготовления девочка вы работаете каждый день каждый день у вас можно купить свежую копченую курочку а вам можно позвонить и сделать заказ говорите номер одесситы могут приехать забрать отложить а также вы отправите по украине огромное спасибо хорошем торговле пойдем дальше до свидания друзья хочу вам показать панораму молочного корпуса пускай вас не смущает название что это молочный корпус в этом крыле как раз продают копчение колбасы сало все что хотите здесь много всего и сейчас мы будем узнавать цены здравствуйте будем смотреть что почем сегодня давайте подойдем к альбине альбина здравствуйте мы рады вас видеть а я вас рада видеть тоже шикарно выглядите а витрина так просто а витрина просто так все есть всего много что происходит с ценами они как-то поменялись сцены поднялись чуть-чуть буквально немного на 10-20 опа опа осторожно девушка с ножом девушка с ножом осталось девушка с ножом и с колбасой и с колбасой да всем всем привет да вот так вот давайте поближе рада видеть а что с ценами вы сказали что поднялись а сало тоже сало нет валерий сало не подорожала сало это просто это вот посмотрите валерий возьмет свой мольберт следующий раз палитру причем каждую палитру пробуем андрей пробуем чтобы не записала попробуйте чтобы не записала и как-то можете за кадром даже отзываться о посоле ну как-то хорошо да очень вкусно никогда такого давайте не ровнять пальцы с пальцами как говорится все сало в одну цену дальше давайте тоже кумовьян дадим попробовать там кстати мне уже написал мне уже кстати написали в комментариях что мало того что 1 на хлебника привел так еще и кум на хлеб еще и кум на хлебник появился цыганский табор так что следующий раз вы не против если мы с табором придет всех накормим на привозе друзья накормят всех это факт это просто соленая солонина просто соленая а цены 370 килограмм а как она по вкусу не стесняйтесь тоже шкурочка мягенькая вышла лина шикарная пора пора когда-то начинать не нужно сразу же знаешь моя слабость солонинки я как старый мужской волк давайте чесночком хлеба и чесноками хлеб носите с собой в соседнем отделе я вас буду кормить мясом и вы приносите хлеб возьмите берите-берите что-то вы стесняетесь на есть сегодня скромно цена какая 280 килограмм давайте цены на колбаску расскажем пока ребята думают это вот сыровяленые колбаски все 550 гривен килограмм вот такая вкусная говядинка в гранатовом цена 550 гривен килограмм с писташками красота какая-то красивая она вкусная много орешков здесь попробуйте с писташками да тоже 550 гривен килограмм вот такие вот говяжьи колбаски 550 гривен килограмм с баранины очень вкусно тоже 500 гривен килограмм это белая можно кушать и спрашивают а белая можно кушать это девочка все время ко мне приходит я думаю сначала ко мне пришла размечтался вот такая свинина с говядиной с тертым грецким орешком внутри попробуйте тоже очень цены все те же до 550 гривен килограмм я не могу так быстро кушать альбин давайте дальше вот такая колбаска здесь специи идет тертая вишня очень вкусная тоже колбаска попробуйте конечно конечно с этими руками садила вишню и отрезала пробуйте вот самые специи какие-нибудь кислотковато сальвила сегодня всех на привозе накормит кушайте пробуйте все уже шикарно вкусная правда это что это чистая говядина говядина чистое здоровье до 50 до как всего много латики 350 гривен килограмм вот такой вяленый балычок смотрите по шикарный мой 450 гривен килограмм вот это то что я называю народной дегустацией не надо бояться шикарная запеченная домашняя очень вкусная попробуйте это цена какая 320 гривен килограмм на балычок вы сказали почему 450 450 давайте дальше по колбаске это запеченная 320 копченая 300 пустом тоже есть свиноговяжья тоже смотрите одно мясо шикарная колбаска вся кусочка медиаса на очень вкусно свиноговяжья свиная 2 вида запеченные колбаски свина и свиноговяжья 320 грилл килограмм телятинка на пару шикарная смотрите какая 350 гривен килограмм это как раз диетическое и для деток вообще сказка и для деток и для взрослых да очень плохо что в местном корпусе вика и яна не дают сырое мясо пробовать ну можно попробовать конечно да потому что она не сильно пойдет впрок чесночком с перчиком очень вкусный тоже 350 гривен килограмм кровяночка почем альбина почем кровянка любая печеная и вареная кровяночка мяско запить копченые 320 говядинка вот такая 350 запеченная 320 почеревочек 300 гривен килограмм ребрышки 220 шикарные баструма баструма 550 гривен килограмм тоже очень вкусная баструма вообще это у нас говядина едим но не сегодня языковый зельц 270 это кстати очень вкусно языковый зельц это какая цена у него так надо загадывать желание я уже уже ел да и что это вот так вот да вот после языкового зельца так это чудеса можно творить до отварной почеревочек почему он 300 гривен килограмм по мясной шейка фаршированная 220 куриная слоечка 600 гривен килограмм очень вкусно это грибами это грибами а это просто куриная пиле лук жареный печенка это очень классно пробовали такое альбиночка и расскажи нам еще расскажите нам еще пожалуйста про варенку у вас шикарная варенка друзья свинина с телятины и чистая телятина варенка вообще просто песня натуральная очень цена какая 280 гривен килограмм это и варенка и сосиски всего на цену телячий и сардельки свинина с телятина тоже очень вкусный альбина вы работаете каждый день конечно понедельник в том числе понедельник вместо меня моя мама стоит но мы тоже работаем да а этот понедельник ближайший он будет у нас санитарный день друзья в этот понедельник не приходите в первый понедельник месяца это санитарный день вам можно позвонить и сделать заказ говорите номер телефона 067 663 5607 альбина пишите звоните одесситы могут прийти забрать здесь на месте и также вы отправляете по всей украине абсолютно верно огромное вам спасибо хорошего торговли я сейчас давайте еще маленький вопрос было вкусно а что понравилось больше всего честно всегда нравится прям все но больше всего нравится баранина конечно баранина хорошо молодой человек вам что понравилось больше все только баранина что-то одно выбрать вот я выбрал я понял отличный выбор хорошо молодой человек а вам что понравилось однозначно это вот два в одном и два в одном супер альбина огромное спасибо со спрос мы провели узнали мнение простых прохожих пересеченных громадян а мы пойдем дальше спасибо до свидания а вас еще продолжают кормить ладно я вам их оставляю заберу завтра спасибо до свидания друзья иногда в комментариях мы читаем сан саныч спасибо за то что вы показываете мы там по вашей рекламе обратились туда-то или туда-то друзья очень важный момент мы не делаем рекламу мы делаем обзоры рынков мы делаем обзоры цен мы показываем ситуацию показываем разных продавцов и кстати узнаем для вас номера телефонов чтобы если вам что-то понравилось вы могли сразу позвонить и заказать одесситы это могут приехать забрать на месте и также некоторые продавцы отправляет это по украине поэтому еще раз у меня честно просто вот реже знаете слух и глаз это слово реклама мы не делаем рекламу мы показываем честные обзоры если нам что-то не нравится там это лучше не покажем чем покажем вам ну скажем так мягко какой-то тухляк поэтому друзья ставьте обязательно лайк если вы еще не подписались на канал обязательно подписывайтесь мы за честные обзоры потому что опять-таки еще иногда не пишут сан саныч а сколько стоит у вас реклама я еще раз говорю мы не делаем рекламу мы делаем честные обзоры кстати если вы добросовестный продавец и вы хотите чтобы мы вас показали напишите мне вот instagram мы обязательно к вам придем покажем но сделаем честный обзор это очень важно но мы с вами идем дальше тут вкусняшек еще очень много идем влечь друзья как я всегда говорю здесь очень много продавцов вы можете выбрать кого захотите смотрите вот такой вот огромный ряд много всего здравствуйте здравствуйте мы рады вас видеть как ваши дела все у всех хорошо продукция есть это радует скажите а что на сценами немножко подросли но просто стабильно мяско копченое и печенье субаска 300 мяско 90 свиноговяже 320 шейка 300 раздачи почеревочка 270 270 и така 260 то есть тараз здесь тоже работает я думал он просто стоит не выспавься не выспавься инночка вам можно позвонить и сделать заказ конечно можно говорите номер телефона 80 305 исправляем по украине скидочка Витам Саныча по каким дням вы на привозе суббота воскресенье суббота воскресенье все вот асала асала почем 150 и а здесь доставка есть да да супер огромное спасибо пойдем дальше здравствуйте еще раз ой а тут какая вкуснятина просто да а почем такая кровяночка как говоришь 140 150 кровянка не подорожала и сало я так понимаю не подорожало да немножко мяса живой вес поднялся а цены то на месте даже чуть ниже уже стали ниже цели стали чем было прежде даже вот так а живой вес что-то так резко поднялся даже не понятно почему так по чем цены расскажите ну цены колбаски в сравнении с прежними ценами пасха провода 300 280 мы упустили просто упустили просто просто нас как обещал праздник так люди понимают но мы цены стараемся ниже чтобы люди знаете как то даже не было по всяким ценам так праздник людей это сам колбаска 300 280 бетоков 300 320 почеревшим высший класс 270 260 салка хорошая вот такой который 250 но уже 180 стоит 170 подешевела салка да поделись попробуй обязательно сало да хорошее сало кстати по нему видно да супер сало попробуйте дайте ребятам у нас тут просто очень много специалистов по дебюстату скажите оно поднимает настроение да все поднимает хорошо конечно 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 молодой человек я еврей еврею можно купить я не знаю в первую очередь в первую очередь в первую очередь ну что сало не знает как у вас конечно ну тогда сало все евреи кушают у нас да одесские евреи кушают вам можно позвонить и сделать заказ по-любому говорите номер телефона 097 65 29 064 любое время пожалуйста будем стараться там свежий товар поставить проблем по каким дням выводить 4 5 суббота 3 дня мы работаем я понял итак молодой человек вы сказали что это не сало а что это это масло это масло о да все огромное вам спасибо хорошей торговли пойдем пойдем дальше пойдем дальше ой не ну сало реально сало конечно сало не кажется сало это просто песня здравствуйте вот как не придем как не придем вденьги считает а фnosка это хорошо хорошо как у вас как у вас цены цены нормалья и непреднятили расскажите что почем consumers что самое отпустите жизнь куда отпустите жизнь мы пока посмотрим да мы пока вот вот это сало подウица ой сейчас валерьич обязательно попробовать это спала да, Валерич? Не, ну сало хорошее, сало хорошее и радует, радует, что на самом деле цена-то на сало не поднялась, а даже начала опускаться. Нет, сало не поднялась. Не поднялась, да? Сало 170, 160, 150, вот такой вид сал. А так его звали. Спасибо, спасибо. Домашняя Лёшка. Лёшка. Ребята могут Лёшку попробовать. Давайте, давайте. Ну, если вы купите, то дадим, конечно. Вообще, любой каприз за ваши деньги. Молодому человеку тоже дайте, да, он с вами. Он претендует на роль эксперта в нашем салоне. Сало, я их съедаю. Что свяжете? Эксперт по сале. Да, Эдвард Тонь, они в руках. Ой, класс. Класс. А чем вы годували его? Чем? Варена кукуруза. Чувствуется? Вкус попкорна с этим, с беконом. Вот так вот. Вам можно позвонить и сделать заказ? 098 37 45 655 Люда. Людочка, и остальные цены расскажите? Вот кровяночка у вас просто красивейшая. Кровяночка 140. Да. Сальная колбаска 130. Угу. Мясо 270. Угу. Мясо 270. Угу. Мясо 270. Щуки 130. А вот такое почем? Вот такие 270 мясо. Это что? Это мясо, да? Да. 270. Битночок, вот такой копченый, гарный домашний, 280. Скажите, а чего на других рынках кровянку делаю с гречкой? Это по заказу. Кто хочет с гречкой и заказывает. Ну, Одесса не сидит с гречкой. В Одессе, да, в Одессе на самом деле. Киевский рынок, они все делают с гречкой. С гречкой, да? Ну вот в Одессе больше, ну я, например, люблю больше без гречки. Да. Ну все по заказу. А ну дайте попробуй без гречки. А ну дайте попробуй без гречки. Вот дам, дам, вот всю без гречки. Вот кречки. Андрей, больше, больше. Да, молодой человек, давайте, давайте пробуйте. Больше не езди на Киевский рынок, приезжай на Привоз, да. Больше на Киевский не буду. Либо Киев... Я вас башу, титки по Привозу. Везде ходю. Да? Везде ходю. Везде ходю. Да? Везде ходю. Хорошо. Опа. Добренько. Вам нужен такой племянник? Проглот? Я тоже думаю, что нет. Нет. Так себе, сомнительное предложение, да? А це друга. Друга. Давай. Это другой. Пробуй, пробуй, Валерьевич. Пробуй. Пробуйте, ребята. Кушайте. А вот ця колбаска, обратите внимание, это мясо молото. Это мой сын, Робина Киев. Ця колбаса идеальная. Она недорога, 200 гривен. Но не найдет никакой колбасы за 207 или 208 гривен. Нам повезло, что она не доехала до Киева. Это просто я выпросила в нем. И если ты изменила маршрут и приехала... Андрей, попробуй. Попробуй. Ты говори, я попробуйте. То есть можно мы ее называть колбаса киевская, да? Да. Это называется киевская домашняя. Просто домашняя. Что вы скажете, молодые люди? Киевская домашняя. Шикарно? Никуда еще не ел такой. В первый раз. Она очень вкусненькая. Огромное вам спасибо. Теперь будем знать. У вас каждый раз такая колбаса будет или это под заказ? Ну, есть она. Лучше звонить. Огромное вам спасибо. Хорошей вам торговли. Пойдем мы дальше. Друзья, взаимно. Как я говорил, здесь большой ряд. Приходите, выбирайте своих продавцов. Берите номера телефонов. Звоните, заказывайте. Ну, а мы пойдем дальше. Друзья, посмотрите, как все красиво. Какие девочки. Наташа, Катя, здравствуйте. Здравствуйте. Я не могу вас видеть. Но вы знаете, я даже не знаю, чему больше радоваться. Встреча с вами или тому, что я вижу. Я верю своим глазам. Это правда? Это правда. У нас три дня подряд снижаются цены. Мы не успеваем запоминать, что почем. С чем связано? Мы не знаем. Вы не знаете? Там что-то с экспортом, скорее всего. То есть просто не уезжают, да? Скорее всего. Да. Поэтому много яиц. Остается на внутреннем рынке. Ну, то есть это хорошо для украинцев, для наших внутренних потребителей. Очень хорошо. Самая низкая цена на сегодня 35 гривен за десяток. Да. Вторая категория. Это вторая категория. Достаточно приличные яйца. Что популярное, самое популярное сегодня? Первая категория 40. Да. Отборное яйцо. 45-50 ясенцит. Сколько оно стоило неделю назад? 55? 65-70. 65-70. Неделю назад. Да. Ну, это существенно. До Пасхи 65 стоит. Да. Это очень приятно. Это очень радует. А Пасху мы продавали его 65 гривен. Да. Самое крупное яйцо, вышка. У нас есть вот благодатное. Мы начали работать с Николаевым. Да. Винница и гулливер. 55 гривен. То есть самое крупное яйцо сегодня стоит 55 гривен. Да. Вот оно, друзья. Перепелка осталось 50. Домашнее у нас. Домашнее. Домашнее. Покрупнее. Да. 50. Самое крупное. Ага. 60. И по 45 уже яйцо. Первая категория. Первая категория. Ну и я напомню, что у вас всегда можно посмотреть цвет желтка перед покупкой. Вот здесь он более желтый. То есть он более насыщенный. Оранжевый. Оранжевый. И также вы упаковываете идеально. Красиво упаковываете. Да. Огромное вам спасибо. Вы знаете, вы очень нас порадовали. Очень нас порадовали, потому что мы только что узнавали цены на мясо. Ну, к сожалению, мясо растет. Особенно свинина. Ну, майские праздники. Люди хотят выйти на природу пожарить мясо. Да. Это было бы идеально. Согласен. Огромное вам спасибо. Пожалуйста. Хорошей вам торговли. Почаще нас радуйте такими хорошими вот новостями. Хорошо. Приходите через неделю, посмотрим. Идем. До свидания. Теперь давайте узнаем, друзья, что же поменялось на рынке овечьей брынзы. Светочка, здравствуйте. 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 Мы рады вас видеть. Светочка, у нас человек позитив. И человек, у которого всегда можно купить 100%. Но это не подделка, это не Китай, это настоящая бессарабия. Светочка, расскажите, что у нас с ценами на брынзу? Цены остались такие, какие были. Ничего пока не меняется. Свежая брынза молодая 200 гривен килограмм. Угу. Вистоя нам уже цього року 250 гривен за килограмм. И? Ну, брынза столетия 300 гривен за килограмм. Да, 300 гривен за килограмм. Что у вас еще можно купить, расскажите? Я речерки палки. Валерича кормите, да. Валерича вам стоит, улыбается, а он уже и так, и так, и так. Светочка, а что у вас с ценами на яйца? Потому что мы знаем, что яйца упали очень сильно. 50 гривен. 50 гривен домашние яйца. Валерича. Красота. Ваши рогалики домашние. По чем? 50 гривен. 150. Рекомендуем просто. Да. Рекомендуем прийти попробовать. Потому что сезон уже закончится на рогалики. Ага. Настают бурьяни. Начинается. Настает город. Начинается. Настает новый сезон. Поэтому рогалики сейчас. Все. Вот это до продажи, что есть. И все. Я понял. Потом, если нужно, только под заказ. Под заказ. Только под заказ. Ноль. Девяносто шесть. Девяносто восемь. Восемьдесят один. Двести шестьдесят четыре. Одесситы могут приехать забрать на привозе. И также вы отправляете по Украине. Не только рогалики, а всю вашу продукцию. Все отправляем. Что у вас еще есть? Расскажите. Дякую, что заказывают, доверяют. Дуже багато. Дякую. Расскажите, что у вас еще есть. Вино есть. Масло есть. Вино по чем? Вино 60 гривен. Домашнее. Как было, так и есть. Старта какие есть? Сейчас четыре сорта уже вина. Добавила шесть аппаратов. Угу. Воно вот такое, как полусухое. Воно идет, как зайбер, но трошки мягче. Более такая вот, нежнее, скажем. То чисто сухое, а это такое, трошки нежнее. Полусухое идет. Масло по чем домашнее? Масло сыраем восемьдесят гривен литр. Жарено сто гривен литр. Тоже обалденно. Вы здесь каждый день? По каким дням вы стоите? Середа, четверг, суббота. Середа, четверг, суббота. Вам можно прийти и все это купить. Пароль Александровича работает? Да, безусловно. Да? Светочка, огромное вам спасибо. Не будем отвлекать у вас очередь. Хорошей торговли. До свидания. До свидания. Алиночка, доброе утро. Мы рады вас видеть. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Каждое воскресенье мы начинаем наш день с вашего эфира. Папа мой очень любит вас смотреть. Как папа зовут? Папу зовут Василий. Привет, Василий. Очень приятно вас видеть вживую. Все смотрим. Вот по вашей рекомендации. Берем литр. Сырок. Давно берете уже? Ну, недавно. Где-то может быть. Довольны? Довольны. Спасибо. Рекомендуете пробовать, да? Рекомендуете. Попробовать все, да? На чем вы вообще останавливаетесь обычно? Мы брали сырок с куфером и вот сейчас с салутом не берем. А брынзу любите? Да. Так себе, да? А вот тот сыр брали вот? Да. Я уже ютюр перепробовала. Есть молочный хороший сыр? Брали. Брали, да? Хорошо. Брали, да. Всем привет, кто смотрит. Большое спасибо за отзыв. Вам тоже за это. Спасибо большое. А мы будем сейчас у Алины узнавать свежие цены. Нет. Овечья, смесь, коровья, козья, фета. У вас, как всегда, ассортимент самый лучший. Аломный. Самый лучший, да? Да. Слава Богу, молочка больше. И очень приятно, что зрители приходят. Много к вам приходят наших зрителей? Пароль называют? Мне иногда порой кажется, что больше ваших зрителей, чем у них. Слушайте, ну это здорово на самом деле. Мы же преследуем как раз такую цель, показать людям хорошие товары, хорошие продукты. Ну и кто хочет, может сделать выбор. Базар-то большой. Люди могут ходить и пробовать, и покупать где угодно. Вот. И мы, в принципе, так и говорим. Найдите своего продавца. Пойдите, выберите, попробуйте. Вы же даете пробовать. Сейчас Валерий что-то сделает, попробует. Вот. И, кстати, у вас же можно где? У вас... Вот здесь вот. Алине можно позвонить, друзья, по этому номеру телефона и заказать. Вы отправляете по всей Украине, правильно? Угу. А одесситы могут прийти и забрать все на месте. Да. Рассказывайте сегодня, что почем и что у вас есть. Так, смотрите. Масло сливочное. Смотрите, какое желтенькое-желтенькое. Травка уже. Да, красота. Да, да, да. Попробуйте. Да. Валерич, Валерич, давайте пробуй, да. А я думала, вы ему не... Не, не, не. Все, Валерич, все лучше, все лучше детям. А вы? Все лучше детям. Почем масло? 300 гривен. Вы сразу цену говорите, да. Как масло? Реально масло отличается. Свежее, да? Реально масло, да? Я его еще даже по-русски не ставила. Хотя сейчас уже будут приходить клиенты, я буду в любом случае доставать с морозилки, потому что оно будет таять, пока человек дойдет и донесет домой. А сейчас пока еще такая температура хорошенькая. Вот и вроде, хорошее масло, кусочек сыра сверху. И обалдеть. Ой, а сыр у меня новый, попробуйте. А сыр, сыр. Пробовали еще. А ну? С какой специей? Что-то он очень долго думает. Вот-то очень долго думает. Тимьян. Тимьян. Да, такой насыщенный, яркий. Я долго думала, что ж такое придумать еще оригинально. Почему? Старые сыры все закончились, а мои клиенты все хотят более острый, яркий вкус. Ну, так как молоко только появилось... Ну, чуть-чуть, чуть-чуть дешелся, да. Чуть-чуть дешелся. Чуть-чуть дешелся. Вот надо ждать, чтобы он был такой яркий вкус. Ну, соответственно, Тимьян делает молодой сыр более насыщенный. Цена такого сыра? 800 гривен килограмм. Да. Вот такая красота. Да, красота. Что еще есть? Так, следующий вариант. Давай, Валерич, угадай мелодию. Красота, томаты, острый перец и паприка. Ага. Все это варилось тоже два месяца назад. Я молчала, готовилась. Молчала. Как партизанка, да? Как только закончились кости старые. Цена тоже 800, да? Да. Да. Потому что иногда варишь-варишь, а не выходит то, что ты хочешь. Ну, это даже визуально. Видно с пажетником, да? Угу. Зимой тоже был с пажетником, но он был намного старше. Это молодой сыр. Ой, Валерич, ну, сегодня у тебя, сегодня у тебя вкусняшка. Какая у него цена? 800. 800? Да. В этом году немножко такие будут цены, потому что немножко расходы на свет, которые считают у нас немножко такой по промышленному цене. Вот. И вот так, чтобы вытянуть, немножко такая. Ты знаешь, мне кто-то понравился очень реально с таким насыщенным вкусом. Какой именно? Красненький? Нет, первый. То есть первый? Первый с семьяном. Да. Я тоже вообще вот, я вообще люблю такие специи. Это нежненький такой, да? Этот, ну, так вот, скажем, действительно, вот и бродик на закрусочку там, чтобы это угостить. А то сейчас самому побалдеть. А это я боялась с семьяном делать, потому что он все-таки такой яркий и не все поймут этот козь. А мне как-то позвонились в пищевой академии и предложили писать вот с тобою моцарельный сыр или с лавантой или с семьяном или еще с чем-то. Я говорю, ну, обычно же моцарелла делается без ничего. Там, ладно, я делаю ее оригинальной, да? Вот это вот моя моцареллочка с оливочкой обтянутым моцареллем сыром. Ну, чтобы именно в сам сыр добавить семьян. Я думаю, ну, ярко же будет. Я попробовала все-таки. У меня, видите, как, вы говорите, получилось. Ух ты. О чем такой сыр? 40 гривен штучка. 40 гривен? Да. И тут немножечко еще успела сделать с Филадельфией. Немножечко, потому что Филадельфия доготавливает. Обалдеть. Такая красота. Ну, вот, кстати, возвращаясь к сырам, я хочу сказать, что это же у вас натуральные крафтовые сыры. И чем они отличаются от магазинов? Что здесь каждый сыр имеет свой вкус. И тут нужно пробовать все. Потому что даже один и тот же сыр, но разные головки, будет иметь разный вкус. Правильно? Да, да. У меня тоже был случай. Люди заказали кузий сыр, а он уже закончился. Я звоню человеку, говорю, ну, у меня они закончились. Нету годовалого, только есть 4 года, которые вы пробовали. Муличка, отпусти, пожалуйста, девочка. 4 года, которые вы пробовали. Помните? Такой ядреный, ядреный. И один, который у меня просто лежал, честно так запасной вариант, он еще тверже, чем пармезан. Я его 3 года назад варила, как качот, сквозь его молока. Потом я ее коптила. Потом перестала, потому что, как бы, одно за другим, уже начало увлекаться разными вариантами, пробовать. И тот сыр у меня оставался и вызревал. Я отправила. Ну, человек, конечно, мне написал очень хорошие слова, что он, как бы, простимулировал, чтобы снова приготовить такое сыр. Он говорит, да, мы не ожидали, мы относимся к вашему сыру как к живому. Я, правда, слово-слово, может, не все передам, но приятно. Ну, это факт, это факт. Да, это, кстати, с вашими зрителями. Вот это вообще, да, это? Ага. Я был, когда в Эстонию, попал на худо. Меня угощали козьим сыром, который был удобен можжевельником. И такое бывает, да. Расскажите нам еще, что у вас есть. Если есть еще раз, привезите профничек, я все скопирую. Расскажите, что у вас еще есть и почем? Пастеризованная сливочка. Почем она? 100 гривен баночка. 100 гривен баночка. А сколько там? Там грамм 450 лицо. Просто наливаю ее с сепаратора, она, вот видите, полная наливается, а потом оседает пеночка и, как бы, получается, чуть-чуть меньше выходит. Иногда больше остается. И расскажите нам цены на брензу. Что еще? Так. Вторая брензочка. 170 гривен килограмм. Ну, уже и 160 уступаем, потому что варианты появляются больше и больше. Человек пришел уже после обеда, мы их раздаем. Да, да, да. Вот, если десерты приходят немножко там попозже, после 12, после часа, мы уже сдаемся, не держим цену. Но это если осталось? Да, если осталось. Если осталось, да. Тут можно по максимуму. А вот эта вот брензочка, овечья, тоже молодую. Я даю по 180. Сейчас такая я найду, потому что я молодую держу вот там в бедрах, обкладываю льдом, чтобы она хорошо сохранилась. А, боже мой. По чем такая брензочка? 180. А вот эта уже идет постарше, она в такую красивую дырочку, соответственно, она за полтора месяца уменьшилась. Стала легенькой, легенькой. Выстанной. Вам дают что-то попробовать? А чем она? 200 гривень килограмм. Да. Алина, она прошлой неделе молоденькая была более нежная. Да, я же говорю, я ее прячу под столом, потому что та бренза, которая без соли, она очень быстро киснет. И даже если вот некоторые приходят, говорят, дайте сладкую коровью брензу, идеально сладкую мокрую. Я говорю, сейчас начинается такой сезон, что нам ее нужно выжимать, чтобы мы ее довезли, хорошо? Для того, чтобы она не нагрелась. Вот человек купил идеально сладкую мокрую брензу, пока он доехал домой, ну пусть на Таирова минут сорок, она уже нагрелась. Ты ее достал, хочешь кушать, она сладкая, но поставил в холодильник, процесс окисления запустился, соответственно, потом эта бренза уже будет кислее и кислее уже через полдня. Я всегда объясняю, чем больше выжим, тем меньше сыворотки, тем меньше идет процесс сбрыжения, то есть меньше окисления. Вот. То есть сейчас такой перед, что лучше брать вот такую выжитую. Как бы вы не хотели, я буду стараться все равно выживать. Сочную, мокрую, возьмете, попробуйте, стечет, скислит, придете еще раз. Ну, то есть у меня такое правило. И Касталина все по сырую знает. Да, это супер. И самая выдержанная почем? Как вы говорите, домашние сыры, они всегда особенные, каждый раз разные. Соответственно, по сезону надо подстраиваться. Что к брензе? Вот начинается, например, летом, мы уже немножко больше тяга добавляем, чтобы она быстрее стягивалась, и долго не стояла в тепле. В сентябре, в октябре надо больше нагревать молока, потому что сильно жирное молоко, и оно вообще там разлазится, эта брынзочка. Тут надо подстроиться, в тепло ее положить. То есть каждый сезон ты всегда подстраиваешься под молоко и делаешь тот вкус, который тебе надо. То есть бывают такие периоды, что неделю-две она вообще не получается. Ты везешь, она ползет, 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 ползет. А ты потом раз, раз подстроился и все. Все потому что это домашнее. Конечно, да. Сколько бы лет ты не работал с этим. Дальше. Выдержана этого года 250 гривен в килограмм. Вот она тоже такая жирочка, красивенькая и без влаги. И прошлого года 300 гривен в килограмм. 300 гривен, но это уже практически сыр, можно так сказать. Да, да. И есть еще два года больше. Расскажите про эти шарики, что это и почем? Смотрите, у меня сегодня есть вот такой вот вариантик. Я как всегда. Вы одно спрашиваете, а я перевяжу на такое. Да, 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 молодец. Что сделаешь? Деревня и деревня. Заплотает кого хочет. На что похоже? Похоже на шарики? Ну, на творожок какой-то, да? Посмотрите, какая махрана у него. Вообще знаешь, на безе похоже. Да. Смотрите, внутри вот такой беленький-беленький сыр. Это хозий. Тоже там спажечка. А вокруг обросло плесенью, белой благородной плесенью. И плюс я немножко так специями посыпала для яркости. И что же это? Это суркис, молотой сыр. Ну, вообще в некоторых ресторанах его делают с творога, называют суркисом. Я, соответственно, его сделала немножко как профессиональный, больше с сыра делала, варила. И в других странах его называют севрет. Тот, который обрастает плесень. Суркис не обрастает, это севрет. Ну, то есть два в одно. Просто мое такое, как я говорю, отношение. Видение. Я художник, я так вижу, да? Да, такое желание. Так сделала, да. Потому что я раньше привозила очень часто на выставки. Многим людям нравилось. Правда, у меня помощник был, немножко мало сольки добавил. Не услышал. Говорила там большую ложку, он добавил маленькую. Соответственно, тому, кому надо сыр с плесенью малой соленой, то это он. Это как раз он? Да. Да, попробуйте. Сколько стоит такой сыр? 70 гривен штучка. 70 гривен штучка. Ну, Валерич, попробуй и оцени. Можете чуть-чуть. Потому что вот вчера пробовали, некоторые мне понравились. Он будет островатый, да? Они говорят, вау, давайте. Он малосоленый и насыщенный такой. А в мягкое время? То есть особый. А в мягкое время? Я очень люблю вот такие сыры подавать именно с орешком, с медом. Это идеально. Что еще у вас есть? Расскажите, вот эти все-таки. Да. Вот эти вот делаются примерно по такой же технологии в начале. Потом он вызревает и становится вот такой вот. Вот черненький. Это с этой серии. Ну, он уже, давайте покажем, как он уже совсем по-другому крошится. Да. Да. И уже другой вкус будет иметь соответственно. Здравствуйте. Прям, прям как чипсы нарезали. Да, Ваша. Давайте кулочек. Сколько такое сыр стоит? Возьмите, пожалуйста. 50 гривен штучка. 50 гривен штучка. Дальше. Курт, курут. Это с кефира делается, скисает, молоко стекает, как творог. Потом делаю шарики и ставлю на солнце. Сушеный сыр. При быстрой сушке очень много кальция. Он крошится, да? Он крошится. Ставите на язычок, появляется крупиночка, рассасываете, появляется вкус сыра. Здравствуйте. 160. Дайте, пожалуйста, без дачки. Дальше. Вот этот сыр, овечий сыр, два года вызревал в глыняной посуде, в подвале. Потом я его перемалывала в однородную массу, пирамидки, специи и сюда. Два года. Это с овечьего молока. До этого были козьи сыры. Да. Что еще не рассказала? Да. И вот это он же пятигодовал из сыр. Спасибо. Ромная. Пять год выдержки. Попробуем. Пять год, Валерич, ты подумай. Это сколько надо иметь терпения, вот эти терплячки. Да, это точно. Ну, тут даже не так. Этот сыр себя ведет по-разному. Ты вот пришел его, через месяц наблюдаешь за ним, он одного вкуса, в другой раз он другого. Ну, то есть, даже бывает такой промежуток, что я думаю, поля не получился, все, выброшу. Думаю, ну ладно, пусть еще полежу, прихожу, а осталось еще вкуснее. То есть, вот эти кристаллы приобретают аромат, вкус, какие-то масла выделяются, и он меняется. Ну, то есть, тут такой интересный процесс, скорее всего. Да. То есть, тяжело, очень тяжело, потому что за каждым все равно надо следить, немножко понимать и чувствовать этот сыр. Недавно я встретилась с сыроварами, с ребятами. Они тоже массово как бы варят сыры, держат своих козочек. То есть, если у меня бабушки держат козочек, то они лично сами, ну там у них рабочие есть. Он говорит, сколько, я смотрю, вы такие уставшие, мы должны были немножко выпить, с сырочками, бокальчик вина, они такие уставшие. Он говорит, да, мы уже до такой степени устали, но мы не можем взять рабочих. Почему не можем взять рабочих? Вот мы учим человека, он вроде бы знает всю технологию производства, но он не чувствует это молоко, он тоже не вычувствует. Вот, говорит, вот я вот этот процесс никому не доверяю. Очень так же, как у меня ситуация вышла. Сыну позвонила, говорю, добавь немножко соли, пажетника и сделай то, что я тебя просила. То есть, ребенок уже не так. Он бы мог попробовать, как я это делаю, попробовать вкус, аромат и соответственно уже немножко подстроить вкус. Ну, то есть, это такие процессы. Но я надеюсь, сыночка я научу, у него есть желание, еще все впереди. Да. Что мы еще не рассказали? Мы еще не рассказали цены на Козью и на коробку, да? Козья 180 молоденькая суточная и 200 постарше. Угу. Фета? Уличка тоже 200 гривен килограмм. Угу. Смесь? Смесь 180. Дальше браморный сыр 350 гривен килограмм. Адыгейский 350 гривен килограмм. А также у вас творожок еще? Слугуни, да? Слугуни 200 гривен килограмм. Есть вот такая вот с укропчиком домашним. Угу. То покупали зимой больше петрушечки. Сейчас есть в огороде укропчик, соответственно, лучше добавить с огородом укропчик. А тут немножко все-таки покупаю петрушечку, потому что наша еще не вышла. И вот кто просит петрушечкой, пусть будет петрушечкой. Ну, то есть, такой ассортив. Вообще говорят зелень. Цена единая на все, да? Слугуни 200 гривен килограмм. Без зелени тоже 200 гривен килограмм. А творожок почему у вас? Творожок 140 гривен килограмм. Вот такой он красавчик. Вот он нарезочки. Вот такой вот с прослоечкой. Тоже классненький. Так, что еще я не дам? А, за рикотту я говорила. О, рикотту. Сегодня не говорили. Да. Я ее на прошлой неделе тоже привозила, но она немножко не так вышла. А сейчас прямо такая нежная-нежная рафаэльная. Угу. Какая у нее цена вот в этой пасочке? 100 гривен пасочка. В кузе и сыворотке это самый легко усваиваемый белок. То есть вы его кушаете на 98% и вы получаете все микроэлементы, которые вы скушали. Давайте напомним нашим зрителям по каким дням вы здесь? Вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Ну и также можно позвонить и задать все вопросы. Ой, обязательно. Ну, позвонить. Лучше на Viber писать. Лучше пишите на Viber, да. Потому что я ж так тяжело отвечаю на звонки, а Viber я себе тихонько приехала домой. Ну да, сохранилось сообщение VetVit. Ответила, сохранила, да. А если срочно, то уже звоните. Алиночка, огромное вам спасибо. Хорошая вам торговля. У вас стоит большая очередь. Не будем вас отвлекать. До свидания. Спасибо. До свидания. Друзья, молочный ряд. Доброе утро. Мы, как всегда, снынатька, да? Смотрите, какой огромный молочный ряд. Вы можете прийти. Наденька, здравствуйте. А я вас не привык с этой стороны прилавка видеть. Иди на место. Расскажите нам, что у вас почем? Все не подешевле. 120 порошок. Сметанка 120. Маслица 270. Ага. Молочко 25 литров. 25. Молочко подешевело, да? Подешевело. А яйца домашние почем? По 60. По 60 яйца подешевели. Орешки 150. У вас сметанка? Сметанка 120. 120. Молочко? Молочко 20. Тоже 20. И блинчики домашние? И блинчики 130. Слушай, ну на самом деле, Валерич, радует, да? Молочко упало, да? На 5 гривен? Упало, да. На 5 гривен упало. Да, упало. Молочко подешевело. Друзья, большой выбор. Приходите, выбирайте. Кстати, мы всегда обращаем на это внимание. Вся продукция, которая продается, она проходит лабораторию. Видите, везде есть вон печати, подписи. Да. Как это происходит? У вас каждое утро вы сдаете, когда пришли? Да, на анализ. На анализ. И после того, как вам выдали документы, вы можете торговать? Конечно. Только после анализа. То есть, друзья, здесь все проверено и это очень важно. Да. Это, кстати, отличает цивилизованные рынки от тех так называемых дорожек, которые есть где угодно, да? Стихийных. Стихийных рынков, где может быть даже что-то дешевле, но не факт, что оно вообще пригодно к употреблению. Огромное вам спасибо. Хорошей вам торговли, девочки. До свидания. Мы пойдем дальше. А мы вышли на улицу. Кстати, солнышко светит. Солнышко вышло. Да, шикарная погода. Нет. И мы вышли на улицу и солнышко вышло. С утра как-то было не комильфо. Не, ну я, честно говоря, выглядывал в окно и предполагал, что будет тепло. Вот. Но еще не рискнул одеть легкую летнюю курточку. Поэтому пока сегодня еще, как говорится, в Болоневой. Друзья, ну здесь большой выбор, как обычно. Широкий ассортимент. Продавцов очень много. Здравствуйте. Извините, что помешали вам деньги считать. Расскажите нам, что почем сегодня. У девочки, как всегда, красивый прилавок. Что у вас почем, расскажите. Огурчики по 80. По 80? Подешевел огурчик уже, да? Капуста 50. Ой, капуста красивая. Пекинская 100. Пекинка 100. Пекинка красивая. Перец 100. Да. И вот эти 180. По 180 вот эти перцы. 150, 220. 150. Примадонна, она же утконосовка. Сколько? 220. Это уже наша. Умань тоже наша, да? 170. Черри еще привозная. 120. 120. Помидор органик почем? 110. Кабачок? 100. Кабачок 75. Баклажан? 100. Чистое здоровье почем? 110 за килограмм. Да. Супер. Огромное спасибо. Да. Тут так все дают пробовать? А как же? Это же базар, это же привоз. Молодая картошечка есть по 100. Огромное спасибо. До свидания. Идем, Валерич, посмотрим, что тут еще есть интересного. Обязательно на все будем обращать внимание. Редисочки много. Почем редиска? 70 гривен такая крупненькая, по 60 помельче. Хорошо. Идем, смотрим дальше. Вот она, настоящая атмосфера привоза. Кстати, яблочки. Яблочки подорожали. Яблочки подорожали, Валерич. Худжи 40. Самые дорогие. Голден 30. Рихард 40. Черный принц 30. Галла 30. Лиголь 25. Лимон 60. Это что, это апельсин такой? 65. Мандаринка сладкая 75. Банан 70. Молодая картошечка красивая. 100 гривен. А как только появилась, была по 200, да? Сразу. Уже неделя прошла всего. Супер. Спасибо большое. Борячок 25. Цибуля 55. Друзья, выбор большой. Товара очень много. Продавцов очень много. Поэтому приходите, смотрите. Он, кстати, еще старой картошки очень много. Старая картошечка 15. 18. Лимонка. Смотрите. Лук 55. Морковка 50. Ну, а мы, наверное, пойдем еще сходим на соление. Потому что, как ни крути, Валерич, даже несмотря на то, что изобилие овощей, фруктов, иногда хочется попробовать и соление поесть их. Ну, и они здесь круглый год, девочки сказали, поэтому мы вот так вот плавно, мимо рыбного ряда идем в ряд с солениями. Настенька, здравствуйте. Здравствуйте. Валерич уже тут как тут. Любит он, любит он соление. У вас всегда все очень вкусно. Что у нас происходит с ценами, скажите? С ценами? Ничего не происходит. Цены не поднимаются. Это самое главное. То есть, можно сказать, что создалась определенная стабильность на рынке солений. Вот так вот, скажем так. Пока есть, да. Отлично. Давайте напомним, что почем. Давайте. А чем за аргузиков? Все. Давайте у аргузиков. Аргузики, вот такие кабанчики у нас по 80 гривен в килограмм. Сколько один весит примерно? Один до четырех килограмм. Даже бывает и больше. Есть, конечно, и поменьше. И то, что вот есть, поменьше аргузиков. Перчик у нас есть. Три вида перчика. Есть цицак и обычные два. Красненькие и зеленые. 50-100 грамм и 20 за 100 грамм. Огурчики. Вот такие. 60 гривен в килограмм. Вот такие 80 и 100 гривен в килограмм. То есть, мельче, красивее, хрустящие. По вкусу есть соленые, есть средние, есть кисленькие. Вкусно? Да. Вкусно? 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 Вкусно. Говоришь, что вкусно? Смотрите, у нас появилась помидорка. Уже малосолочка пошла. Вот такая помидорочка малосольная. То есть, ей 1-2 дня. Ух ты. Да. И есть у нас фаршированная малосольная. Фаршированная чем? Фаршированная чесночком, зеленью, перчиком, горьким. Петрушечка, укропчик, сельдерейчик, чесночок. Смотрите, все видно. Чесночок, петрушечка, укропчик. Какая цена у нее? Цена у нее 150 гривен за килограмм. Как такая, так и такая. То есть, мы не поднимаем. Есть у нас малосольный огурчик. Совсем, совсем малосольный. Блин, что он молчит? Это уже один день, да? Да. Он стоит просто со слюной давится, он уже сказать ничего не может. Он совсем малосольный. То есть, такой, знаете, один такой. То есть, и не свежий, и не соленый. Серединка. Что? Соус такого делается? Соус делается рассольчик. Сахар, уксус, соль, горький перчик. Смотрите, вот такого горького перчика мы берем рассольчик. Добавляем сюда немножко для острых этой слабенькой слабенькой-слабенькой остриночки. И он получается такой. Только хотел спросить. Да, да, Валерич, дайте я потом попробую. Я понял, что вот все, что вы перечислили, еще плюс 25 секретных ингредиентов. Ну, естественно, что есть. Мне стало интересно, есть какая-то изюминка. Изюминка есть, да. И рассказала, и рассказала. Он тоже у нас по 150 гривен за килограммчик. Ага. Потом баклажанчики есть у нас запеченные. Все идут три запеченные. Это идет грецкий орех соус. Это идет чесночный острый, такой хорошо остренький. И чесночный соус это не майонез, как многие думают и говорят, что это майонез. Это чесночный соус, просто приготовленный по секретному рецепту. Ну, на самом деле, если чеснок хорошо взбить с маслом и с солью, может быть, вы что-то еще добавляете, но я так уже раскрыл секрет, да, то уже будет вот такая консистенция. Просто нужно правильно это сделать. Я предлагаю это попробовать. А кто когда отказывался? Вы когда-то видели Валерича, который отказывается? Валерич, какие мы будем пробовать? Давайте, да, с чесночным соусом, по секретным технологиям. Пожалуйста. Кто делал? Мама, Настя? Ну, естественно, мамулька делает соусы у нас. Соусы у нас много. Юнка, а по чем ваша? 60. Это не сладкая? Да. Капусточка по 60. Кстати, мы уже и цену сразу узнали на капусточку. Любая 60, да? Есть сладенькая, малосольная и кислая. 50 килограмм. Рекомендую, реально. Да? Да. Синенькая, свеженькая, да? Кстати, вот так вот сейчас вот на майские праздники, кто поедет на природу, в лаваш их завернуть, вообще сказка. Класс. Класс. Тем более, мы бьем сюда, у нас есть судочки такие, то есть, пластмассовые мы слаживаем их ровненько. Они не подожмутся, не подавятся. Сразу рецепт нарисовал со временем? Ничего. Да. Друзья, если вы не знаете рецептов, задавайте вопросы Валеричу, он в комментариях все расскажет. Все расскажет, все покажет. Что еще Настенька мне устроит? Есть у нас фаршированная сединенькая, прокашенная, кисленькая. Вот она ее. Она у нас по 150 гривен за килограмм. Морковочка 15, 100 грамм. Такая помидорка 10 за 100 грамм. Такой перчик у нас 20 гривен, 100 грамм сладенький. И баклажанчик 15 гривен бочковой кисленький, саджичка это кисленький. Потому что если это запеченные, здесь идут бочковой кисленький. Да, именно бочковой баклажанчик. Не верит. Валерич не верит. Что вам сейчас докажет? Как говорится, Валерий сейчас байками кормит. А, ваше. Пойдем. Салатик? Вот такой салатик 100 гривен пилотанчик. Есть чесночный и есть яблочный. Иди пробуйте. Что мы еще не сказали? Помидорки. Помидорка, смотрите. Есть вот такая бочковая. Все-таки есть своя изюминка бочковая. Конечно. Есть вот такая 100 гривен пилотанчик бочковая. Есть вот такая 80 гривен остренькая помидорка бочковая. И зелененькая тоже 80 гривен. Попробуй, мне кажется, особенно вот этого, да? Я на нее смотрю, она вообще очень красивая. Это маленький арбузик. Да, 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 да. И трыжалочка у нас 60 гривен сзади золотарки. Настенька. Да, о, да, два арбузика. Настенька, вы работаете каждый день? Мы работаем каждый день. Вам можно позвонить и сделать заказ? Конечно. Говорите номер телефона. 068-71-63-785. Настя с Оленей. Огромное спасибо. Хорошего вам торговли. До свидания. Потому что вас очень. До свидания. Друзья, ну и здесь вот под этим навесом очень много разных саженцев, цветочков. Вы можете прийти, посмотреть. Я, честно говоря, ну, наверное, бессмысленно сейчас узнавать цены. Ну, потому что тут ассортимент огромный. Я вот так вам покажу просто. А вы можете прийти и посмотреть и все выбрать. Тут прям большой-большой ряд. Смотрите. И вот тут саженцы. Много всего. Ну, и раз люди стоят в очереди, значит, ну, наверное, что-то в этом понимают. Смотрите, сколько всего много. Здравствуйте. Здравствуйте. Много всего. Клубника есть. А почем клубника? Восемь. Восемь? Это один саженец, да? Ага. Вот клубника по восемь. Спасибо. По восемь клубника, Валерич. Саженец. Саженец один, да. Белая. Белая, как червя. Лаванда. Слева груша, вишня, черешня, фундук. Что хочешь, Валерич. Что хочешь. Я иногда жалею, что я не дачник. Да, это смородина. Друзья, ну, еще раз говорю, мы сейчас не будем даже останавливаться узнавать цены, потому что это, мне кажется, только этому можно посвятить целое видео. Тут много всего. Просто приходите, кого это интересует, и смотрите, выбирайте. Вот винограда много разного. Смотрите. А это что тут? Это что такое? Санька. Санька, это ты. Класс. Вот так вот. Слушай, ну супер. Супер, 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 супер. Ну и дальше вот все это пошло вот туда вот вдаль. Таким мы с вами увидели рынок привоз сегодня, 29 апреля 2023 года. Напоследок мы зашли в нашу любимую кофейню. Кофевары. Она находится, вот улица Преображенская. Вот туда у нас пошел Книжный переулок. Ну а привоз, вон, Валерич, покажи, он прямо рядом. Вон, вон там, вон. Пантелеймоновская. Кофейня очень хорошая. Здесь хороший качественный кофе. Это я вам просто рекомендую. Плюс они дают бумажечку 6 кофе пьешь, седьмой в подарок. Вообще шара. Друзья, ставьте лайк этому видео. Я верю, что оно было полезно. Напишите в комментариях, что бы вы хотели еще увидеть на нашем канале. Какие рынки, какие улицы, ну и так далее. В общем, пишите ваши пожелания. Мы всегда идем навстречу нашим зрителям. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube канал Взрослый Разговор, то уже настала пора это сделать. Под видео есть кнопочка подписаться. Нажимайте на нее. Рядом с ней нажимайте на колокольчик. И вы точно не пропустите ни одного видео на канале. Если же после просмотра видео у вас все-таки остались ко мне личные вопросы. Или вот может быть к Александру Валерьевичу, который с таким серьезным видом. Когда-то надо будет со стороны снять, с каким серьезным видом ты стоишь и держишь камеру. Так вот, он держит камеру, а у вас к нему есть вопросы. Друзья, вот мой Инстаграм. Подписывайтесь на меня в Инстаграм. Пишите мне в личку. Я отвечаю очень и очень быстро. И, кстати, не будьте жадинами. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Там тоже все очень просто. Под видео есть кнопочка поделиться. Нажимайте на нее и разбрасывайте видео по всему интернету. Сегодня у нас 29 апреля 2023 года. Вчера было 28. И, кстати, вчера, как и сегодня, у нас сильный ветер, штормовое предупреждение. Вчера упало дерево прямо на улице торговой у нас там возле Ким Кафе. Я снял видео. На канале есть предпредыдущее видео. И в ТикТоке я все это снимал. Ну, жесть. Там на самом деле разбило две машины. Я в конце оставлю подсказку. Посмотрите, как все это было. Желаю вам не попадать в такие ситуации. А также желаем вам мира, добра, любви и счастья. Пока! Вот это вот краткий курс по заточке ножа от Яны. Ну, она прям, да? Вот так. А как это? Вот так, как? Короче, друзья, на привозе можно не только купить мясо, не только узнать цены, не только узнать рецепты, но еще и вот Яна, оказывается, еще курсы заточки ножа делает, да? Да, не всем, некоторым. Ну, это избранным, да. Ну, телефон Яны вы в самом начале видео видели, поэтому, может быть, вы тоже будете этим избранным. Да, Яночка? Ну все, говорим пока зрителям, потому что мы очень долго можем на эту тему разговаривать. Все, всем пока!